Банк России дал сигнал о том, что высокий уровень ставок может сохраниться до конца года. Более того, в случае необходимости ставку могут еще поднять. О том, как это повлияет на инфляцию и курс рубля, ради которых все и затевается, сейчас поговорим. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 29 апреля. С вами Максим Блант и свежая новость дня. По итогам апрельского заседания, которое состоялось в минувшую пятницу, 26 апреля, Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, что было вполне ожидаемо. Главной интригой был комментарий к решению, в котором руководство ЦБ поясняет, как и в каких обстоятельствах будет действовать дальше. Вот тут и произошли подвижки. До весны этого года ставка на уровне 16% годовых считалась не просто высокой, а экстренной временной мерой, необходимой, чтобы погасить разогнавшуюся летом 2023 года инфляцию и остановить девальвацию рубля. Этот уровень считался предельным, и все ждали, когда ЦБ начнет отпускать вожжи. Теперь концепция изменилась. Возвращение инфляции к цели вблизи 4% потребует более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. Более того, впервые с того момента, как ставку повысили до 16%, Совет директоров дал понять, что и это может оказаться непределом. Набиулина поясняет, что для этого должно произойти. Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции и инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышение ключевой ставки. Насколько этот сценарий вероятен? Начну с конца. Повышение жесткости на рынке труда означает, что нехватка людей в российской экономике никуда не тянется. А куда бы она и делась, если война продолжает перемалывать людские ресурсы, а после теракта в Крокус-Сити мигранты еще менее охотно едут в Россию. Совсем недавно МИД Таджикистану даже предупредил граждан своей страны, что в Россию без крайней нужды соваться не стоит. Ситуацию на российском рынке труда обсуждали неоднократно. Ничего нового, что давало бы хоть какую-то надежду на улучшение, не произошло. Скорее наоборот, становится все напряженной. Далее, разгон спроса, который по-прежнему будет значительно превышать возможности расширения производства. Источник тоже известен. Рост доли военно-промышленного комплекса, который оттягивает на себя рабочие руки, генерирует спрос, зарплату на военных заводах платит регулярно. Но в его удовлетворении никак не участвует. Тут тоже никаких подвижек. Война продолжается, пушек и снарядов надо все больше. Плюс еще непредвиденные расходы на восстановление того, что было разрушено либо российскими, либо украинскими ударами. Так что сценарий, чтобы не говорил Набиулина, самый что ни на есть базовый. Вот только новое повышение ставок тоже ничего не даст. Скорее наоборот. Возможности расширения производства, которое способно удовлетворять спрос, только снизятся, а спрос никуда не тянется. Контрактники и танкостроители жалование получать продолжат исправно. Так что вся надежда на импорт. А значит давление усилится и на рубль. Проще говоря, повышение ставки может привести к обратному эффекту. Но совсем уж не реагировать ЦБ не может. И тут есть некоторая предупределенность. Даже интересно, как они будут выкручиваться. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok